Куриный кебаб Имбирь, кусочек сантиметров три. Чеснок и имбирь я натру на терке. На терке выделяется больше сока, а это как раз хорошо для маринадов. Пол чайной ложки копченой паприки, чтобы придать аромат дымка. Затем пол чайной ложки куркумы. В ней содержится много железа. Одна чайная ложка гарам массала, а теперь 140 миллилитров йогурта. Он очень хорошо помогает размягчать мясо, делает его нежнее. 60 миллилитров пассаты, и затем приправим солью и перцем. Как следует перемешаем. Так, вот тут у меня четыре куриные грудки. Этого хватит на 12 шпажек. 12 порций для маленьких людей и 6 для больших. Без кожи. Так что мясо постное, здоровое и полезное, и куриное мясо хорошо вбирает ароматы. Разрежу на кусочки по 2,5 сантиметра толщиной. Кстати, можно взять и рыбу или овощи. Этот маринад прекрасно работает со всем. Хорошенько перемешаю. Мариновать не менее двух часов в холодильнике, а всю ночь это будет неповторимо. Все пропитается вкусами. Моем руки, моем доску. Хорошо, курица маринуется, продолжим со сладким перцем. Удаляем семена и белые перегородки. Нарезаем размером с куриные кусочки. Покажу вам на одной шпажке. Берем курицу, сдвигаем перец. Не насаживайте слишком плотно. Просто так курица быстрее и равномернее приготовится. Она должна слегка, так сказать, дышать. Так, очень хорошо. Для начала я пока сделаю 4 шпажки. Тут у меня гриль сковорода. И я положу курицу прямо на сковородку. Немного соли и перца. Это займет 4-5 минут. Ну а пока готовится, я вымою руки. Так, шашлычки уже чудесно выглядят. Перевернем, они немного подгорели. Но с йогуртом, со специями это очень даже неплохо. Придает такую аутентичность, как при приготовлении на дровах или углях. Так что будем следить и переворачивать. Настало время шинковки. Ставим слайсер. Только посмотрите, это просто маленький овощной мир. Все это уже промыто. И пусть процессор делает свою работу. От винта морковь. Редиска. Прямо со всей этой зеленью. Капуста. Белая, красная. Лук. Прекрасные кусочки. Ах да, фенхель. Смотрите, словно колода съедобных карт. Но вы поняли, о чем я. Целая палитра цветов. Собственно, чего мы и хотели. Теперь я это заправлю. В миску две полные столовые ложки йогурта. Это на 90% меньше калорий, чем было бы с майонезом. Далее добавлю лимон. Вернее, выжму туда лимонный сок. Соль и перец. Кое-какие травы. Петрушка, мята, укроп. Любое сочетание. Всего пригоршню. Все, что нужно. Травы я мелко нарежу. Будет вкусно. Это самое интересное. Руками перемешаю все так, чтобы каждый кусочек был покрыт лимонным соком. Великолепно. Посмотрите. Надо попробовать. Просто отлично. Наши шашлычки выглядят прекрасно. Красота. К этому можно подать хлеб. Это углеводы или рис. Коричневый рис. Инструкция приготовления на упаковке. 60-80 грамм на человека. Не нужно пытаться к этому делать что-то сложное. Замечательный салат. А теперь берем наш кебаб. Но не торопитесь сразу это подавать. Пусть расслабится, отдохнет. На всех этих прекрасных овощах. Немного нарезанных трав. Сверху. Вот так. Отлично. Очень простой, с ароматом индийских специй, куриный кебаб. С разноцветным салатом. Добавлю ко всему этому немного лимона. В общем, друзья, если понравилось, ставьте большой палец вверх. И не забудьте зайти на foodrevolutionday.com. У нас там много хорошо сбалансированных и здоровых рецептов. Семейные рецепты для детей. А если еще не подписали петицию, идите на change.org slash jamieoliver. И подпишите. Не забывайте, вы тоже можете повлиять. Что ж, друзья, спасибо. До следующего раза. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok